вот остался тут один самому приходится включать еще не получается получается все-таки озвучиваем вопросы которые на нашем сайте вопрос 1955 седьмой том открытым оком при беседах с людьми не нашего согласия хорошо бы иметь некоторые заготовки и жить и святых и жизни святых как мы пользуемся библией отвечая в нашей книге симфония на житие святых это я составил это можно получить мгновенно но там выражение взяты не буквально по буквам по словам как они написаны в житиях а именно события в этой же книге все выражения взятые в кавычки точно до буковки взяты из житей вот так кавычка и между ними все до запятой взятые житей потому что когда показывают для этого в житиях нету это мне папы не один раз говорил я положу на все филах то показываю когда издал его еще вы говорите у меня последнее издание потерял что там ничего этого нету вы откуда берете потом встречаются надо же у меня там все то же самое а их выделил эти места то это мне говорят абсолютно всегда даже баптисты ну что пища нас богу не приближает и не отдаляет я грибе ты прочитал ну где-то написано другой города не где-то горитого коринфянам я грибе ты в какой главе видел но вот сейчас открывает так что то не так то так а у тебя брат как у тебя нигде нету да она отдаляет пища у нас все так проповедовать не отдаляет я знаю что проповедует написано пища не приближает как она может приближать толстым шлевом на расстоянии живота уже не приближайся к стенке я уже утрирую просто или очень часто говорят где двое или трое собрались там и христос нет где двое или трое собраны другой силы и как во имя христа во имя его то есть все по евангелию что во имя во имя его не по евангелию это не во имя его во имя твоего разума может быть то есть очень часто вот привыкли братья и сестры патриарх говорит это папа римский все братья и сестры нет этого братья и сестры во всей библии нет ни одного выражения есть братья есть отцы братья а к женщине нельзя обращаться это говорливое сознание которое сразу вступает в контакт она любит она как контактером между змеем и адамом была ну и что ничего говорите братья так а жена обидится но обидится это ее дело как говорится за хвостом я моюсь она не любит слово божие ну а как правильно братья ну библия 77 книг найдите где братья и сестры чтобы обращение было братья и сестры нет этого все сектанты все проповедуют братья и сестры отсюда и видно что подкаблучники не знают писание а я зато ускак четвертый век пятый век еще ни один святой отец не говорит у златоуста самый плодовитый святой отец 12 томов в среднем так скажем 800 страниц и ни разу нигде братья и сестры нету ну и другие святые отцы там берите я в всяком случае даже еще в седьмом веке еще не нахожу ну маленько гляньте и остановитесь а так это важно тебе зачем рассуждать важно не важно так это ветхом завете но в новом то же самое то главное не дело изображения берут из ветхого 20 глава исход я показываю а 25 горит сделай так это сделал это ветхом завете 20 глава что она была супер ветхом или как ну то есть сатана сатана лукавый крутит и на все дать какой-то ответ ответа нет один ответ будь милостями грешен и рогами в землю и все кончилось все сразу кончилось ну а как вот у вас написано владыкой называют разве это можно на ты библии читал не один раз читал но там написано вы владыки мои господь говорит мои владыки называют амата и дальше владыки князья за перечисляет ну зарядите слово поисковик на которые тимофей х написал а тут поисковик сделал то его увидите и от сами называют я родила стоять из они называетесь мягкий знак притяжательное местоимение невежество неграмотность ну а как вот у вас кланяется святым а петр говорит не кланясь семья тоже человек и что но нельзя кланяться человеку нельзя а почему нельзя ну грех нельзя бог запрещает ну да ну а как же дух или в двойне на или сия сыны пророческой ему поклонились он ничего не сказал мать соломона приходит версаве кланяться ему ничего не сказал и таких моментов сразу мои сектанты знать вот один стих вырвет ты сделать так чтобы этому стиху никакой стих библии не противоречил но ангел тоже запрещал а почему других не запрещает где он поклонился по порядку считаем и никто никто не запрещал потому что и петр запретил ангел когда их посчитали за бога я тоже человек я человек божеские помощи не могу принять то есть тут длинный разговор надо смотреть внимательно ну а для православных тут вопросы по житиям я отвечаю начало мудрости страх господень доброе разумение у всех водящихся им в страхе а другие но каждый страх совершенной любовь изгоняет страх совершенной правильно а где на совершенной любовь она только на небе будет там страха уже не будет а благоговение к богу начала разумения глупцы только презирают мудрость и наставление и хотят знать а зачем это знать нам достаточно библию а то все маленькая девчушка сектантов уже знает а начнешь говорить проповедник я не говорю о всех большинстве не ничего не понимают самое простое показываешь о чем не на златоусы смотреть а как же бахмелдера признаешь елену уайт признаешь карев написал каргаль а то все признаете лишь бы каркала а златоуста не признает но мы никого не судим а вы нас судите позвольте а вы когда возникли но баптистская первая общая 1639 вы все что было это 1500 учителей церкви на вселенских соборах епископа вы всех спихнули это неправильно то есть вы их осудили чего вы играете словом осудили вы всех осудили они мы а мы чем мы по писанию говорим анафема вам потому что говорите совершенно вопреки писания не церковь себя церковью называете слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди и составитель их от один его пастырь у меня написано коротко игла доклад у меня с большой бык и гнать и лапкин слова и глаз встречается один раз библии один раз я это взял быть мудрым надо вот некоторые выражения которые вполне помогут любому из верных антони великий 17 января все по старому кавычки открыты это взято прям оттуда скопированным было это еще удивительно в преподобном что не учившись грамоте он был мудр и весьма рассудителен почему мне не верить я говорю меня нет образования на счет это долезешь но не было образования у меня не было духовного я всю жизнь учился сидел у ног христа у святых учителей начитывал их златоуста григория девиченко четыре тома насчитаны на моем сайте стоят я доказательства имею жития насчитана моим голосом ну и вот однажды два языческих философа елены по происхождению то есть греки пришли к антонию чтобы испытать если можно победить его в мудрости ко мне приезжали специально разные сектанты домой приезжали руководители их адвентистов пресвятера свидетели и губы там и генералы приезжали то а уходили уходили опустив голову он был так так антони чтобы испытать так он был на вершине горы и когда увидел их то поняв с первого же взгляда кто они сам встретил пришествиях и спросил через переводчика зачем вы мудрецы приняли на себя труд идти издалека к неразумному и хотите спорить с несмысленным я но я грешный человек но я точно так же говорил вот вы такую даль приехали приехали вчетвером а уехали втроем один остался стал православным батюшкой и у меня такое было не раз антони это не побыли да и ушли мы считаем себя не глуп тебя не глупым но напротив весьма мудрым отвечали они если вы пришли к неразумному снова смело обратился к ним святой то труд ваш напрасен если же как говорите о человек мудрый то должен следовать следовать тому кого называете мудрецом потому что следует подражать мудрым и благочестивым если бы я пришел к вам то мне нужно было бы подражать вам но так как вы пришли ко мне как мудрецу то будьте же как я христианами стихотворение сначала непонятно почему такая красота погибла роща поджег ее по своему уму пяти контроп и человек заочный это я писал писал пас коров и в это время в этот день у меня появилось четыре стихотворения по 9 куплетов горелая роща была еще дымилась я написал это там где я был маленький где была пасека колхозная где сторожем был отец моим был обещаном охранять леса там в озеро спихнули воз навоза и сдохло задохнула чудо рыба зачем и почему загнув вопросы под гильотину красоту на дыбу и думаю да так и быть тому коль нелюде от роде появилась им не свободу в я вольский хомут бельмо кровавое без окоемки синий зажравшиеся влезли на столы передними и задними ногами и в алтарях заблеваны полы подсвечники стреляют как наганы а бог терпел и посылал дожди одаривал щедротами без счета и друг на шее шимпанзе вожди потомки мавзолеевского черта где райский сад щадит советский ад беснуется канали все запились не острова вся страна гулаг в разверстые утробы провалилась и не жалейте жалость унижает таков их лозунг по учения в школах пускай кричит чудовище рожая нет помощи ни в кесаре ни в слесаре с уколом еще толковать надо на все по обгорелым стойбищам и рощам чернеются провалы в братских рвах не оживлять а умерщвлять их проще мы проворонили варьё на воронках что им березовая чудная дубрава им вурдалакам нехристям отжившим страшилище и нет на них управы от барабанить ядерными шишками 19 18 сентября третьего года сентября пас коров потеряевки 2003 года вопрос 1977 7 том открытым оком знали ли святые мужи пустынники толкование библии ответ некоторые знали но где лишь шла благовестие с ними как будто по обращению ума происходило самые великие уважаемые мною они как под кипнозом начинали бредить пустыне убегали в горы как будто не держали в руках библии а очень многие толковали сами не согласуясь с библией их понимание было и это не скрыто и не исправлено до ныне даже кирилл и мефодий их царь михаил вызвал оттуда послал они азбуку сделали вернулись опять монастырь на ролях это к притягательная сила такая есть там монастырях кто-то туда тянет от пути божьего римлянам как же ты уча другого не учишь себя самого матфея 15 оставьте их они слепые вожди слепых а если слепой ведет слепого то оба упадут в яму вот кому бы не сказал но батюшка знает он за это отвечает оба упадут в яму но я-то причем здесь оба упадут в яму но он меня неправильно крестил да я оба упадут в яму на что должна делать оба упадут в яму и ты поп на табор делала конечно ну и что как что но батюшка сказал надо причаститься ой-ой-ой ей 10 лет то горит в храм заходить может нельзя по частям только на четыре части еще ворвать и ноги надо а потом только причастись если обильные слезы будут запился ягод ты пьешь пьешь ась прощищаешься так я же православный конечно и куришь конечно батюшка знает а что знать он со мной курит даже о батюшка наш был в греции это ведь причастники вышли во дворе стоят все курят а он сказал православный там сидит а он до кого нас это ничто нет архиерею подходит благословить он папиросу из правой руки переложил в левую благословил и опять куриц нам такая вера нужна ну понятно что ни о каком спасении речи то нет матфея 23 вожди слепые отцеживающих комара и верблюда поглощающие уцепили за пальцы два или три а евангелие как будто не слышали на проповеди тени а в вакууме они никон друг друга стоили кирилл александрийский 9 июня в нижнем египте проживал тогда некий старец известный своей святою жизнью несмотря на это он как человек не образованный простой придерживался одного неправильного мнения именно по своему по своему невежеству старец утверждал что бельхиседек есть сын божий ведь и невежество как много знает на как сохранить по святым отцам лучше всего это иметь блаженного фефилакта вот у нас трехтомник полная даже взята с откровением толкования на одно толкование откровения у нас 430 страниц деяния апостолов сплошное обличение нам православным надо бы сравнить какой мы веры и что же за учение нам заповедано от господа хранить читая построчно первую главу иду вас следующий ников христовых шум многих вот их проповеди звук приверженцев приобретает новых на крышах ветер полотна не видно корнили не приходит и слух не присылает сосудах не вино варенье и повидло а проповедники заменены ослами одно единственное общее стремление один все потопляющий пожар всем возвестить христово искупление бесценный благодатный дар их проповедь понятно нациям планеты потопом исцеляющей воды растапливало лед и приходило лето и оживали мертвые сады молились вместе господину жатвы прислать скорее делать или в поле рождались общины и возникали братства их называли хлебом жизни солью идите в мир ловцы бессмертных душ всем проповедуете евангелие всюду среди семи светильников великий муж нет чудо большего чем воскресенье чудо и день сегодняшний епископ приезжает подразумевается апостольский преемник богослужение сразу всегдашим урожаем не зерна полное пылит мекиной веник мы прочитали 28 глав посрочно с рассуждением сравнение если правы мы тогда христос не прав не проповедь у нас а основное пение 13 сентября 2001 года вопрос 1978 седьмой том открытым оком известно что монахами были и святые отцы кто им преподавал такое учение и знаю писание его толкование как они могли добавлять к словам христа такие толкования что монастыри нужны безмолвие отшелищество это требование необходимость для лучшего спасения ответ думаю что причины к тому кроется слишком неожиданного откровения христа что спасение дается даром по благодати с этим никак грешная человеческая природа не могла согласиться только апостолы могли это вместить а дальше снова стали из ту же деловой производительность задабливания божества своими страданиями пытались разжалобить бога снискать его благорасположение и заработать спасение а библия учит совершенно иному также понимает мусульмане и как у вас просто раз и все ну так бог сказал но ныне независимо от закона явилась правда божия о которой свидетельствует законы пророки правда божия через веру в иисуса христа во всех и на всех верующих ибо нет различия потому что все согрешили и лишены славы божия получая оправдание даром получая оправдание даром 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 они 47 лет она там по пустыне болталась по благодати его искуплением во христе иисусе которого бог предложил в жертву милостивления в крови его через веру для показания правды его в прощении грехов соделанных прежде во время долготерпения божия покаянию правды его показанию правды его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующим в него где же то чем вы хвалите уничтожено каким законом законом дел нет но законом веры ибо мы признаем что человек оправдывается верою независимо от дел закона получая оправдание даром по благодати его искуплением во христе иисусе но разве могут монахи это признать послание апостола павла их 14 у него сохранившиеся самые нелюбимые у мусульман терпеть не могут и у монахов они его даже смотреть не хотят когда расскажешь получая оправдание даром по благодати божией римном 10 2 ибо свидетельствуем что имеют ревность по боге но не по рассуждению ибо не разумея праведности божией усиливаясь поставить собственную праведность они не покорились праведности божией учились друг о друга они прямо из библии вот отсюда все бегство в горы отсюда такое лютое пренебрежение божьим наказом идти в мир проявляя под видом страшного смирения непостижимо страшное непокорство воли божией марш 16 и сказал идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари ибо непокорность есть такой же грех что волшебство и противление тоже что идолопоклонство за то что ты отверг слова господа и он отверг тебя приговор сплошной всем страшно чтобы оправдать свое своеволя напускали видение сновидение благоухание без этого кто бы дальше поверил то прозрительность исцеление на это этого всегда достаточно было у на всех народах и во всех религиях это совершенно еще не говорит что человек угодил богу и с богом есть и будет если он явно пренебрегает слово божие притча 28 9 кто отклоняет ухо свое от слушания закона твоя молитва мерзость в этом бегстве в горы есть нелюбовь ко христу его вечному слову обращайте к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света нету это потемками торгует батюшка григорье богослово 25 января житие его отец против воли поставил его пресвитером а затем хотел посвятить его его епископа но святой григорь уклоняясь от такого сана и почести а также стремясь к иноческому безмолвию если для него это закон уже был то тайно бежал из дома и пришел в понт к своему другу святому василию последний же также был уже пресвитером и устроил в понте монастырь куда собралось множество иноков пан софий 15 января святой пан софий был сыном александрийского проконсола нила обладая большим богатством нил не жалел средств на воспитание своего сына из святой пан софий при своих прекрасных способностях получил основательное познание в христианских истинах наряду с широким светским образованием по смерти отца святой употребил своего богатства на воспоминания нуждающимся после чего удалился в пустыню отвернув житейские помосты чтобы взыскать господа двадцать семь лет прожил он в уединении возводя ум свой от земных вещей к созерцанию небесного царствия и пребывая непрестанной молитве к богу григорий вологодский 30 сентября князь галецкий юрий умолил преподобного крестить у него двух сыновей а великий московский князь василий дмитриевич желал сделать преподобного архимандрита в городе ростове избегающий человеческой славы преподобный оставил игуменство монастырей удалился в места никому неизвестные и непроходимые ну он то проходил и знал как афанасий афонский 5 июля преподобный михаил имел намерение поставить афанасия после себя игуменом ибо сам он уже состарился и приближался к кончине узнавший об этом афанасий хотя и желал расстаться с любимым с любезным отцом своим тем не менее убежал оттуда боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пастырского сана он странствовал по апонской горе посещая пустынных жителей пустынных отцов и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам найдя в расселенных скал несколько братьев проживающих неподалеку друг от друга он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни у них не было никакой заботы о теле не было ни крова не пищи не имущество но ради бога они охотно с радостью переносили и мороз и жар и холод греция афон и византия искусство философия лады смуглянки одиссея в новом стиле торгуют всем и вся там все за плату мы благодарны даже и за то что я садимир сбою полонил не дай бог видеть нам таких сватов с расчетом над дальним в жонушку принял хотя бы раз посмотрим беспрекрас какой товар привез нам залежалый богослужебных книг и ладану баркас обрядность византийские скрижали судебные жестокие расправы дворцовые интриги и убийства везли табак сюда свою отраву и братобрить и искать у нас прописку греки понанесли они смутили никона мордвина смертельную реформу подстрекали еще не звонит славяна половине с экуменизмом схватывает нахально шумливое цыганское застолье их беспредельного хвастовстве мы греки но без евангелия значит все без соли не оживить водами человека их одеяния соромное декольте хвастливое плоское плотоядство обстрижены сережками и в храме не в платке плотском богатстве ищут свое счастье и греки злее русских ненавидят священное писание на языке родном им больше нравится сократ платона виде здесь нравственность давно ушла на дно шумливые гречанки младогреки забудьте титулы вселенских патриархов искал в пустыне вашей когда пробьются реки ищите христиан а не чужих епархий 21 августа 2003 года марина знакомая туда переехала просила ну дать материал приглашала в гости киев